Добрый день, в эфире мужской понедельник, меня зовут Владимир Сметанин, вы слушаете нашу программу в традиционное время в понедельник в 11.06, она начинается, а записываемся, то есть программа уходит в записи, мы накануне в воскресенье 19 числа, это связано с тем, что гости, которые сейчас находятся в нашей студии, это мужчины, у нас действительно мужской понедельник, они просто-напросто в первый рабочий день недели не могут у нас присутствовать, но люди очень интересные, надеюсь, что беседа будет весьма интересной и весьма непростой. Андрей Юров, научный руководитель Международной школы прав человека, член Совета при Президенте России по правам человека и гражданскому обществу, Андрей, добрый день. Добрый. И наши коллеги, журналисты из города Ярославль, во-первых, это Александр Степанов, фотокорреспондент Ярославского интернет-журнала «Семь на семь», Александр, добрый день. Здравствуйте. И Данил Кузнецов, коллега Александра по Ярославскому интернет-журналу, ну, издание, добрый день, да. Привет, Киров. Издание, как известно, межрегиональное, так скажем, подразделение «Семь на семь» активно, слава богу, продолжает жить и в нашем городе. Ну, начну с банального вопроса, что привело вас в наш город, Андрей. Помните, как в «Братья-2» цель вашего визита? Это конференция по новым компьютерным технологиям и защите компьютерных программ проходить. Да все банально. Поближе, пожалуйста, микрофон можно к себе. «Семью-7» решила именно в этом городе провести свой семинар по правам человека и действиям защиты общественных интересов. Ну вот, три дня, собственно, был этот семинар. Рассчитан он на... На журналистов. На журналистов, в первую очередь. То есть это специально для журналистов и конкретных журналистов, чисто конкретных, «Семью-7», самих сотрудников и друзей. Ну, а я, собственно, очень часто веду разные семинары по правам человека, не только в России, в общем. Ну, кировская публика, кировские журналисты с вами знакомы, в том числе и по участию в Баркемпе нашем. Да-да. Вы у нас уже были. Ну, вот, собственно, моя была задача вместе с моим ближайшим другом и коллегой Игорем Сажином из мемориала Коми-Республики как-то сделать этот семинар. Вы лично что-то новое в этот приезд транслируете? Ну, если честно, этот семинар, конечно, достаточно стандартный, так называемый базовый курс по правам человека, мы его много раз ввели. Но, конечно, для журналистов он имеет ряд особенностей, и, что уникально, это первый семинар специально для журналистов, который мы провели именно в России. То есть мы довольно много работали специально с аудиториями журналистскими, делали много разных семинаров, тренингов, школ для журналистов по правам человека, но вот в России впервые. Ничего себе. И сразу в Кирове. И сразу в Кирове. У этой базы есть какой-то дальнейший рост? В перспективе вы будете приезжать еще и еще, и новые знания, новые ступени? По поводу Кирова не знаю, потому что большинство участников не кировские, это вся большая, большое сообщество семью семь. Я так понимаю, Киров был выбран то ли географически, то ли еще по какому-то признаку. Но надежда, что вообще программа по правам человека для журналистов продолжится в нашей стране, вообще-то, честно говоря, хотелось бы очень. Не захлопнется, не закроется по чьему-то там, не знаю, велению, хотению и так далее. Хорошо. Александр Даниил. Вы впервые у нас в городе, Александр. Даниил. Я второй раз. Второй раз. Мне все нравится там. Все нравится. Мы сейчас стояли, да, дышали воздухом, активно обсуждали, что вы увидели в нашем городе, на что можно пожаловаться. А есть ли за что похвалить наш город? Александр, вы активнее всего там рассказывали. Ну, как у каждого, наверное, города в России есть определенные недостатки, связанные с благоустройством, с организацией дорожного движения, например. За что похвалить? Много зелени, красивый, симпатичный город, хорошие люди. Люди, наверное, это самое главное. И 19 исправительных учреждений. Целых 19, да. На всю Кировскую область. Я специально отсрочил этот вопрос. Ярославль, потому что в последнее время у нас получил такое звучание. Я имею в виду Ярославскую колонию номер один, заключенный Евгений Макаров. И вы как раз-таки активно освещаете, да, эту ситуацию. Скажите, пожалуйста, в какой сейчас стадии находится это дело? Известно, что ряд сотрудников исправительного учреждения задержаны. Да, на текущий момент определенное количество сотрудников находится в СИЗО. Задержали практически всех. Лишь одного сотрудника отправили на домашний арест. Предположительно из-за его состояния со здоровьем. Но до сих пор задержаны еще не все, как я на текущий момент знаю. Да, дело в том, что журналисты «Новой газеты» насчитали 18 участников избиения заключенного. Это то издание, напоминаю, которое опубликовало. Видеозапись пыток. Адское видео, я не знаю. Да, видеозапись пыток, которую им передали активисты общественного вердикта. Это такой юридический фонд, можно сказать, который помогает заключенным. Вот 18 человек насчитали журналисты. Из них под судом побывало 12. Где еще 6? А вот непонятно. Я думаю, это как раз самое интересное еще впереди. Потому что эти задержанные сотрудники дали показания на свое руководство. На тех чиновников ФСИН, которые сейчас заместители главы управления регионального. То есть от них реакции еще не последованы никакой. Все еще интересно, все впереди. Будем ждать. А сам Евгений, объект этих пыток, он в каком сейчас состоянии находится? На текущем плане он находится в исправительной колонии в Ярославле. Но в другой, не в той, которая... Перевели его, да? Да, его перевели в другую колонию. Ну, они вообще расположены буквально в паре километрах друг от друга. Но та колония, в которой он сейчас содержится, она... Ну, в первой колонии, в которой он содержался, она как для перваков, можно так сказать. Первоходы. Да, первоходы. Впервые осужденные, да. Да, и там условия, можно сказать, помягче, если это можно назвать условиями. Его перевели. Там, если не ошибаюсь, они уже объявляли... Ну, администрация колонии, как писали СМИ, пытается стравить других заключенных на Евгения Макарова. Ну, сейчас он находится под госзащитой, ему уже обеспечили. А что значит под госзащитой? Он в одиночной камере или что? Да, он в одиночной камере. Он не контактирует с другими осужденными? Ну, на самом деле, он может с ними контактировать, это же тюрьма. Какой режим, напомните, это? Общий? Нет, на строгом режиме. Строгий режим. А статью, Евгения? Кажется, причинение тяжкого вреда здоровью. Так, он не получал медицинскую помощь после вот этого скандального случая? После скандального, после избиения в 17-м году, ну, он с трудом это все получил. Он долго очень отходил. Добивался, да. Он долго вылечивался от полученных повреждений, можно так сказать. Вот сейчас он под госзащитой, ответственный за госзащиту. Это начальник колонии, в которой он сейчас, это ИК-8, исправительная колония, наверное, 8. Она уже для рецидивистов считается, не для первоходов. И, ну, она довольно-таки щепетильно более стала относиться к нему. Тем более, он вместе с другими заключенными недавно объявлял голодовку, чтобы улучшить свои условия. Ну, банальные там сигареты, какие-то вещи. Чтобы передачи разрешены были, да, вот именно? Да, ну, просто для улучшения своих каких-то банальных человеческих условий им пришлось объявлять голодовку. Ну, им с нашим омбудсменом, они договорились. Вроде как стало все нормально. И после этого он получил госзащиту. Вы лично с ним общались? Нет, конечно. Нет, то есть все контакты идут через ФСИН? Я общался с бывшими его сокамерниками, которые уже на свободе. А, которые уже, у которых истек уже срок заключения? Да, они освободились. Иван Непомнящих освободился в прошлом году. Руслан Вахапов освободился в этом году. Вот, Иван Непомнящих избежал административного надзора, уехал в Соединенные Штаты. Потому что, ну, это фигурант болотного дела. Он решил побеспокоиться за свою жизнь. А Руслан Вахапов, он занялся правозащитной деятельностью. Он сейчас возглавляет филиал Руси сидящей. В городе Ярославля. Да, Ярославля. Да. Но он занялся помощью своим, как бы, бывшим коллегам по несчастью. Вот, они очень осведомлены о жизни колонии. То есть колонии теперь начали поставлять правозащитников активного общества? Ну, в случае Руслана Вахапова, да. Перед тем, как защищать права других, ты обязательно должен испытать действия системы на себе. Ну, кстати, немногие правозащитники на себе прочувствовали это все. Ну, к сожалению, вообще ситуация о пытках, ну, пытки и колонии, это всегда знали, что они есть. Дело возбуждено, простите? На текущий момент главное дело, да, возбуждено. По статье... А превышение должностных поломочий с насилием. Да. И что говорят эксперты по вашему, по вашему суждению? Дойдет ли до чего-то? Ну, судя по тому, что суд оставляет их под арестом в СИЗО, несмотря на то, что у людей там кредиты, дети, семьи. Суд делает лишь исключение, он сделал лишь разовое исключение в ситуации с одним из сотрудников, который... Вашего бывшего начальника колонии Иван Калашников, я лично видел, у него остался след от операции на шее. То есть, ну, там... Но судебное заседание проходило в закрытом режиме, конфиденциальной информации, связанной с здоровьем. Я могу привести пример. То есть, вот это дело получило у нас общественный резонанс, и действительно всех оставляют под стражей. Я думаю, что это до чего-то точно дойдет. Одновременно с этими судами, ну, то есть, сейчас здесь еще... Ну, это еще просто... Даже суд просто по решению отправлять бывших тюремщиков в колонию. У нас вот сейчас в Ярославле также проходит процесс... И уже проходит процесс по... Делаю по избеянию в СИЗО. И там тюремщиков не отправляли в тюрьму. Ну, не отправляли в СИЗО, которые избивали подозреваемых, которые содержали в СИЗО. Наверное, потому что дело не получало такой общественный резонанс. Хотя там у одного из пострадавших... Удалили селезенку. Удалили селезенку. У него остался шрам... После побоев? Да, после побоев у него удалили селезенку. Шрам на животе больше 30 сантиметров. Он не получал медицинскую помощь в течение трех дней. Я лично присутствовал на этом процессе. У него было внутреннее кровотечение. И вот сейчас проходит, собственно, суд. Ну, вот это более серьезный случай, чем то, что у Вахапова было. Ой, то, что у Приджи Дени Макарова. И это лишь один из пострадавших. Второй, как я знаю, на текущий момент умер. И третий, к сожалению, лично его не видел и полностью ситуацию не знаю. Но, опять же, там два подозреваемых. Ну, на текущий момент они имеют статус подозреваемых, потому что суд еще только проходит. И их не отправляли. Ну, их не отправили в СИЗО. То есть, скорее, здесь в ситуации с Макаровым и К1... Это медийный эффект работает. Именно медийный. Так, нам сейчас нужно сделать небольшую паузу. Я напоминаю, что в студии нашей радиостанции Данила Кузнецов и Александр Степанов. Это корреспонденты Ярославского интернет-журнала «Семь на семь». Андрей Юров, научный руководитель Международной школы прав человека. Я также член Совета при Президенте по правам человека и гражданскому обществу. Мы продолжим очень скоро. Продолжаем нашу беседу. Вы знаете, когда я посмотрел это омерзительное видео с избиением Евгения Макарова, ну, надо сказать, что я, конечно, приложил массу усилий, чтобы досмотреть это до конца. Ну, и так вот я принципиально все-таки решил досмотреть это. Я больше этого не буду делать, я имею в виду пересматривать. Я не мог поверить просто в то, что это... Вот именно это происходит. Я уже озвучивал, да, почти что два десятка исправительных учреждений на территории Кировской области. Вы знаете, мне как-то стало жутко. А ведь вполне возможно это происходит в нескольких километрах от меня, где располагается исправительное учреждение. А просто я об этом не знаю. Да, вполне ведь? Вполне возможно. Но я уже ранее упоминал, что, в принципе, ситуация с избиениями в колониями, это как уже общество... Ну, это было общесупризненным фактом, просто не было таких ярких доказательств, как это видео. То есть, вот тот же Руслан Вахапов, он заявлял о пытках, он не отказывался от своих показаний. Другие заключенные в этой исправительной колонии также заявляли о пытках. Некоторые потом забирали свои заявления, ну, свои жалобы, действия сотрудников колонии после такой, скажем так, беседы. Но также некоторые... Некоторыми тоже не так давно проходили суды. То есть, на них подали... На них было возбуждено дело, как я понимаю, если не ошибаюсь, о клевите. То есть, из-за того, что они отказались от своих показаний, через несколько, через буквально полтора года на них уже есть дело, идет уже суд. Руслан Вахапов не отставил свои права до конца, и у него потом появилась помощь общественного вердикта. То есть, и после этого Ирина Бирюкова очень активно, это его адвокат, активно участвовала в этом деле с его избиением. И его стали избивать меньше, ну, точнее, как я понимаю, перестали избивать, в общем-то, потому что у него появилась такая защита. Его не трогали, либо трогали гораздо меньше, только после этого. Но у Вахапова не было никаких ярких доказательств, хотя он также находился под защитой СПЧ. Да, собственно, Евгений Макаров, Иван Непомнящий, Руслан Вахапов, они с 17-го года находятся под защитой Европейского суда по правам человека. Адвокаты общественного вердикта просили, собственно, направляли срочную жалобу в Европейский суд о том, что им нужно предоставить, нужна медицинская помощь, нужно допустить к ним правозащитников. Это очень с большой натяжкой шел этот процесс, несмотря на то, что ЕСПЧ вроде бы важный орган. Но это все очень-очень долго происходил, этот бюрократический процесс взаимодействия со ФСИН. Вот прозвучало, да? Эта система. Вот я хочу к чему, что ЕСПЧ не помог этим людям. Помогло видео, помог медийный эффект. Вот все дело сдвинулось с мертвой точки, завели уголовное дело, начали с... отправили в СИЗО виновных только после видео, только когда начался медийный процесс. Андрей, вы тоже уверены, что вот именно работа журналиста, вот такие публикации в средствах массовой информации, они, ну, не знаю, поскромничают, но хотя бы вот помогут, что ли, начать ломать систему? Я в этом убежден. Да? Я вообще думаю, что единственный способ борьбы со всем этим — это увеличение открытости. Открытости кого? Открытости закрытых учреждений. Открытости закрытых учреждений. Вот чем они более открыты, чем больше возможностей посещения членов общественных наблюдательных комиссий, правозащитников, адвокатов, журналистов, кого угодно. Родственников. Родственников, да? То есть чем более открытая система, тем она работает более человечно, я бы так сказал. Чем система более закрытая, и я сейчас говорю не про Россию. То есть вот это поразительно, но во многих вроде бы демократических странах, очень известных, там, своей демократией, либерализмом и так далее, в 60-е годы тюрьмы были ужасны. Франция, там, многие другие европейские государства. То есть в том числе вот эти случаи. Да. Издевательства, извинения и так далее. И вот здесь очень интересный момент, такой, просто я его всегда вспоминаю, о том, что серьезные изменения во Франции произошли уже в 60-е годы, то есть уже Вторая мировая, 20 лет как прошла, благодаря одному философу очень известному, опять огласка, известнейший интеллектуал Мишель Фуко, вдруг обнаружил, что тюрьмы во Франции, прямо вот в Париже, что называется, это ад на земле, о котором никто не знает. Вот мы здесь живем, кофеечек пьем в кафе, коньячком запиваем, а вот рядом, в 20 метрах от нас, буквально за стеной, там происходит ад. И он создал группу интеллектуалов, которая называлась группа по наблюдению за тюрьмами. Они не могли войти внутрь, они собирали свидетельства тех, кто вышел, и родственников. И публиковали. И публиковали. И это было самым главным. И вдруг общество обнаружило, вот вы говорите, а может быть у нас. Да не просто может быть, а это действительно регулярно происходит. Я не хочу конкретно никого обвинять. Мы не можем уверять, что это вернее. Да, но подобные вещи происходят все время. Более того, есть еще более страшная вещь, хотя она вроде бы не такая страшная. Те люди, которые это делают, я имею в виду пытают, это не садисты. Это обычные люди. У них дети, у них семьи. Их дети ходят с нашими детьми в школы и детские садики. Они их забирают, они прекрасные родители. То есть, еще раз говорю, это не какие-то особые садисты, которые где-то там живут. Это люди, которые с нами ходят как бы по одним улицам, сидят с нами в одних кафе, а потом мы идем на работу, например, на Эхо Москвы, а они идут пытать. И вот... Заходя на территорию, у них там что-то щелкает. Вот они, надевая форму, они становятся извращенцами, извините. Почти. Проблема в том, что каждый из нас может таким стать. Ну, я имею в виду там знаменитые все эти эксперименты, которые стали известны, там, Зимбарда и так далее. Проблема заключается в том, что, по большому счету, они не идентифицируют себя с теми, с кем они работают. То есть для них они не люди. Вот мы с вами люди, а это не совсем люди. Ну, это же выродки. А с выродками же как угодно можно поступать. То есть проблема в том, что когда ты работаешь, и у тебя работа связана с дегуманизацией тех, с кем ты работаешь, то ты можешь с ними делать все, что угодно. Это может быть и в психиатрических лечебницах. Это может быть в детских садах, в детских домах, кстати. Что регулярно мы опять слышим, это не тюрьмы. Там не сидят люди, наказанные за что-то. Там всего лишь несчастные дети, попавшие в тяжелые обстоятельства. Родители умерли и так далее. Они-то за что страдают? Но они тоже не совсем люди. То есть с ними поступают как с человеческим материалом просто. И это действительно для меня самая большая проблема, что изменения нужны не в этой системе, а в обществе. То есть либо общество станет нетерпимым ко всему этому, и общество должно сказать, стоп, нам больше такая система не нужна. Система, которая ломает людей, которая превращает их в животных, которые, кстати, потом выходят озлобленными и небезопасными для нас с вами. Вот эта система нам не нужна. Нам нужна другая система, где с людьми поступают как с людьми, а когда они выходят, они не думают о том, как отомстить, зарезать, убить и так далее. А думают о том, как вернуться в семью, построить дом и так далее. И вот вопрос не в том, когда часто говорят на семинарах, да что же вы хотите, чтобы там санаторий был или там курорт. Я, может быть, и не хочу, чтобы был санаторий. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что мы продолжаем как общество по-прежнему мыслить местью и наказанием. Либо мы, скажем так, взрослые и рациональные люди, начинаем понимать, что вопрос не в наказании и в мести, а в том, чтобы эти люди потом вернулись к нам. Ведь, понимаете, они же к нам вернутся. Это же не ссылка в Сибирь на всю жизнь. Они к нам вернутся. И вот кем они к нам вернутся? Кем вернется человек после таких тяжелейших испытаний? И кем будет человек, который это делает с другим человеком? Вот если мы понимаем, что это для нас с вами небезопасно, то есть мы каждый день ходим по улицам, где ходят люди, которые пытали и которых пытали. Вот если мы поймем, что это вопрос нашей с вами безопасности, а не просто там ужасных кадров, там всего этого кошмара, может быть, начнет меняться отношение. Но тут невозможно переоценить роль как раз медиа. Может быть, начнет меняться или оно все-таки меняется. Ведь об этом говорится очень давно. Россия хотя бы движется в этом направлении. Можно я чуть-чуть добавлю один момент? Главная претензия бывших заключенных, с тем, с кем я общался, их главная претензия не к режиму, не к условиям, а к тому, что исправительные, как называются, исправительные учреждения по факту никого не исправляют. Абсолютно точно. Вот это их главная претензия к системе ОФСИН, что она не исправляет тех, кто в нее попадает. Система наказания, а не исправления. Унижение, уничтожение как личности. Унижение и наказание. У нас, к сожалению, просто, по-моему, в России, у ОФСИН нет такой цели, как исправление. Поэтому, в общем-то, вот так. Только наказание. Да, только наказание. И по поводу вот переключателя, такой переключатель в голове у сотрудников, я тоже вот это не могу, я не могу этого понимать, когда человек приходит на работу, обычный, совершенно обычный человек, у которого есть семья, дети. Мы видели всех этих людей в суде, совершенно обычные люди, по которым ничего плохого даже бы не подумали. Не божьи одуванчики, а обычные люди. Именно обычный, ну вот, например, парень 93-го года рождения, простой молодой парень. 25 лет. Да, и он совершает такие зверства на работе, то есть, реально, человек приходит на работу, и у него какой-то, реально, переключатель в голове перещелкивает, и он становится нехорошим. Слушайте, а может быть, подробнее все-таки изучать историю детства таких людей? Может быть, их обижали, может, они нехорошие? Нет, это не по-моему. Не из хорошей семьи, может, у них психологическая травма. Давайте вспомним известный фильм «Эксперимент». Да. Даже две его версии, немецкую и американскую. Очень известный фильм «Эксперимент» про Стэнфордский университет. Да-да-да. Как студенты за двое суток превращаются в животных, и те, и другие. Понимаете, как раз проблема в том, о чем, собственно, сам Зимбардо потом книгу написал, «Эффект Лецифера», что каждый из нас при определенных обстоятельствах может превратиться в одно или в другое животное очень быстро, благодаря системе. Это не потому, что мы плохие. 90% людей превращается. То есть есть условно 3-5%, можно их называть героями, а можно психопатами, на них не влияет система. Вот они будут либо злодеями, либо праведниками, но их очень мало. Ну, то есть по разным данным от 1 до 5%. 95% людей ведут себя так, как ведут вокруг. Если в этой системе принято бить и мучить, он, как это, ничего личного. Просто так принято. Мы так всегда делаем. Ну да, и он тоже начинает так делать. Или наоборот, у нас принято терпеть, когда нас бьют. Ну вот когда совсем уж беспредел, тогда мы жалуемся. А если типа просто побьют, ну так нормально же. Мы же тут сидим же не зря. То есть проблема заключается в том, что как только создается система, сопротивляется ей способны психологически очень мало людей. Вот этих людей действительно можно изучить, что с ними не так. Я имею в виду те, кто все равно идет против системы. Ну как там в советское время диссиденты или еще кто-то. То есть да, это люди сопротивления. Кстати, возможно, психически не совсем здоровы. Я имею в виду, они идут против социума. Ну у них там, да, есть видимо что-то, что их вдохновляет и что их держит. То есть возможно у них было слишком счастливое детство или еще что-то. Но я лишь про то, что те, кто делает это, это абсолютно нормальные люди. Они такие же, как мы с вами. Вот это самое главное нужно понимать. Что это не выродки, не несчастные какие-то жертвы, избиения. Понятно, что много семей неблагополучных. Но они такие же неблагополучные, как и многие другие. Но только многие другие не делают этого, а эти делают, потому что они попали в эту систему. Короче, условно говоря, не мы такие, а система такая. И мы такие по природе изначально. И система такая. Просто система помогает нам либо стать людьми, либо превратиться в зверей. Вот в зависимости от того, в какую мы систему попадаем, или сопротивляться. Но таких, я же говорю, таких очень мало. Вот дай бог, если здесь сидящий относится к этому. Мне другое приходит на ум. Многие философы говорят, что человек – это поле битвы, животного начала зла и добра. И если атмосфера такая, что тебе больше зла, то ты становишься злодеем. Если атмосфера душевная и так далее, то ты становишься добрым. Я сейчас хочу сделать небольшую паузу, после которой мы продолжим наш разговор. У нас еще будет 10 минут. Продолжаем нашу беседу. Андрей Юров, научный руководитель Международной школы прав человека, член Совета при Президенте по правам человека и гражданскому обществу. Александр Степанов и Данил Кузнецов. Это сотрудники Ярославского интернет-журнала «Семь на семь». Сотрудники общественных наблюдательных комиссий или комиссии Кировской области есть в этих семинарах? Участвуют, вы не знаете? Ну, вообще, мы с тем же Игорем Сажиным несколько раз вели семинары для членов ОНК. Нет, я попросить, о Кировской области именно. Кировской области наверняка были. Я сейчас не помню. Да, у нас наш коллега Артур Абашев, он работает в общественной наблюдательной комиссии. Вот он как раз нам вчера рассказывал о том, что заключенные жаловались на издевательство, на избиение. Потом им как-то соорудили, сшили дела о клевете, о том, что они клеветали сотрудников колонии. Ну, они, естественно, заключенные проиграли эти дела в суде. И по всем колониям в системе ФСИН развесили такие объявления о том, что вот такие-то, такие-то проиграли дела о клевете, вот потому что оклеветали сотрудников доблестных. Вот они так борются с оглаской. Ну, мне сейчас хотелось бы поговорить об общероссийских тенденциях, это, наверное, характерно для всей страны. Не секрет, что в ОНК зачастую там работают сотрудники, которые ранее в правоохранительных органах трудились. Да, и иногда, кстати, не самые худшие люди. Та же самая история у нас в Кировской области. Да будет вам известно. И не так давно, собственно, руководители ОНК, они поменяли устав, и сейчас прочие сотрудники ОНК имеют право посещать колонии только после его разрешения. После разрешения руководителя? Руководители ОНК. Да-да-да, я знаю. Да, до этого они имели право. Сами. Самостоятельно. Вдвоем. Да, когда им удобно, сами у них основное место работы, естественно, когда им удобно, поехать, они ехали. Вот. Что в перспективе, на ваш взгляд? Это говорит о том, что система, которая должна, вот мы, как мы пришли, которая должна помогать, что она должна открываться, быть открыта людьми, она закрывается. Система, которая должна помогать, она просто не работает, в общем-то, и заключенные не доверяют членам ОНК, в общем-то. Опять же, по причине того, что многие из них являются бывшими сотрудниками. Да, членам ОНК зачастую нужно заслужить доверие заключенных. Это очень сложно. Им ничего не рассказывают, например. Сигарет принести. Бороться за их права. Бороться за права, то есть выполнять то, чем они должны заниматься. Андрей. Но я бы сказал, что, то есть я полностью согласен с этой тенденцией, которая сейчас стала набирать, то есть если в начале, в первом созыве ОНК было больше половины правозащитников, ну, в широком смысле этого слова, да, и небольшое вкрапление, скажем так, иных, то сейчас все наоборот. Сейчас правозащитников очень мало. Но это не только сопротивление самой системы. Я бы, я опять не склонен обвинять других. Я считаю, что это проблема в том числе правозащитного движения. Очень мало правозащитников, особенно тех, кто готов этим заниматься. Вот я сам же вообще из провинции, я не москвич. Я, ну, официально постоянно живу в Воронеже. И вот мы не можем, например, укомплектовать ОНК Воронежской области, хотя есть все возможности, тем более я член президентского совета, мог бы как-то поспособствовать. Ну, вот дай бог 3-5 человек на 2,5-миллионную Воронежскую область готовы заниматься правами человека в этой сфере. 3-5 человек. А можно до 40 иметь. То есть у нас недоукомплектован ОНК очень сильно. Да, там бывшие в Синовце, конечно. Но вопрос не в том, сколько их. Вопрос в том, что правозащитники могли бы там 25 человек быть, а их там 5. И не потому, что какие-то ужасные злодеи им мешают. Какие-то мерзавцы. Нет. Просто никто не хочет этим заниматься. Никто не хочет заниматься правами человека. Это опасно, плохо, страшно. Чужими проблемами. Конечно, чужими проблемами. Больно. Вот вы... И я не смог досмотреть. Вот вы досмотрели. Это здорово. Ну, я просто поставил себе цель уже. С стеклянными глазами. Я просто все это, к сожалению, знаю. Потому что у меня правозащитники 30 лет. 30 лет за рулем. У меня хрен проскочишь. Вот я, собственно, посмотрел начало. Я дальше все понимаю. То есть мне не нужна дополнительная нагрузка на сердце. Потому что я понимаю, что дальше будет. Потому что я слышал много таких историй. Так вот, проблема-то в том, что никто этим заниматься не хочет. Это очень страшно. Это очень больно. Это очень неприятно. Причем не только тюрьмами. Вообще правами человека. Потому что это сейчас не та тема, не тот мейнстрим, которым молодые люди хотят заниматься. Я помню, в нашем большом офисе. У нас, бывает, дом прав человека. Старинный и интересный. У него славная история. Я имею в виду в Воронеже. Ну, такое уникальное явление. Вот в 90-е годы у нас была просто толпа волонтеров. В том числе с воронежских юрфаков. Они проходили практику. Прочетной организацией было вообще круто пройти практику. Это было суперски. Конец 90-х, начале нулевых. Сейчас, когда к нам приходят в нашу приемную на стажировку люди с юрфака, они говорят, только, пожалуйста, никому не говорите. Никому не говорите, что мы у вас волонтерим. Никому не говорите. У нас будут неприятности. Возможно, нас выгонят с юрфака. То есть ситуация за 20 лет настолько изменилась именно в обществе. То есть тогда было быть правозащитником круто, классно, просто нормально. Нормальный человек, обычный юрист с юрфака, поволонтерил в правозащитной организации. Это норма. Сейчас это не норма. Это надо скрывать, как будто ты занимаешься каким-то постыдным делом. И вот это действительно, это опять, это про общество. Это не про людей, которые работают в колониях или сидят в колониях. Это про нас с вами опять. Как мы относимся к правозащитной деятельности. То есть с моей точки зрения, пока обществу не вернется вот это доверие вообще к тому, что это важная деятельность. Раз. И второе, нет каких-то правозащитников, которые с небес падают. Понимаете? Их не на Марсе готовят. Это только мы с вами. Вот либо мы сможем из общества выделить эту часть, которая снова начнет исполнять правозащитные функции. И этих людей станет много, тогда все изменится. Если этих людей будет в каждом городе 3-5 человек, а в провинциальном городе это не больше 10. Я не понимаю, почему это так происходит. Да, просто современное российское общество, наверное, в первую очередь молодые поколения, они же, молодежь считает себя, ну, крутыми. Они-то систему, да я сломаю, да мне это ничего не стоит. Так вот, ломай, иди систему, вот, пожалуйста. Дело в том, что они готовы выходить против системы 2-3 раза на митинги, но они не готовы много-много лет заниматься системной работой. Светить этому полностью всего себя. Не только всего себя. Но дело в том, что они также не готовы заниматься и другими вещами. Очень высокая мобильность. Но это говорит о высокой свободе. Опять, нельзя говорить, что все плохо. Современный молодой человек вообще не представляет, чтобы он на работе проработал больше года. Да это же неинтересно. Ну, профессия окей, но он перейдет в другую, там, еще попробовал, потом поехал, поучился где-то, потом вернулся. Но это нормальная. Вот такая вот немножко европейская мобильность. Я, например, не успеваю следить за теми, кто там пробыл на нашем семинаре когда-то. Вот я там раз в год поздравляю, значит, по Фейсбуку с днем рождения. И вдруг смотрю, там, был город, там, не знаю, Киров. Потом смотрю, Москва. Потом смотрю, Вена. Потом смотрю, Владивосток. Ну, вот человек вот так. Здорово, поучился там. Да это нормально, в принципе. Нормально. Но дело в том, что для того, чтобы заниматься таким делом, как правым человеком, к сожалению, нужно заниматься долго и системно. Здесь не наступают изменения за полгода, за три месяца. А молодежи хочется быстрых результатов. И это нормально. Человеку не хочется пять лет кайлом махать ради того, чтобы не увидеть ничего. Это очень тяжело. Это тоже какая-то, так сказать, это мы ненормальные, а они нормальные. Я бы так сказал. Просто ненормальных слишком мало. У коллег из Ярославля, опять же, хочу спросить. У нас остается пару минут буквально. Александр и Даниил. В перспективе вы себя видите по-прежнему журналистами. Не обязательно этого издания. В правозащитном смысле расти, обучаться. Ну, честно говоря, я бы мог попробовать себя как член ОНК. Но какие это дает условия сейчас, если это будут запрещать, если нужно будет общаться с заключенными только с разрешением головы. У вас больше приключений будет в жизни, если вы пойдете в ОНК. Вот тот же Артур Абашев, упомянутый, вы знаете, ведь история с ним была весной, по-моему, когда он поехал в одну из колоний в Кировской области, а потом на него настучали и сказали, что он предположительно пьяный. А, да, слышу. За ним погнали. И там такой квест там был. Ну, вот да. Вообще приключения у нас в Ярославле. Короче, у нас гражданский, ну, активный город, очень много митингов, мероприятий, пикетов. Поэтому, можно сказать, жизнь у нас и так очень даже веселая, очень насыщенная, да. Даже иногда сложно найти просто свободное время. Ну, я, кстати, завершая, хотел бы сказать, что тот случай, который произошел у нас в Ярославле, довольно-таки очень характерный, очень показательный. Кстати, среднеэстетические жители Ярославля как отреагировали? Ну, так, в общем, реакция общества. Нам это сложно замерить, но, я думаю, все были в шоке. Не, ну, вы же слушаете, я думаю, профессионально журналистка, где-то там невзначай подслушать что-то там, кто-то говорит, обсуждает. Нет, не подмечали. Ну, естественно, по моему мнению, опять же, по моему, конечно, это зверство, по мнению жителей города. И так не должно происходить. Это плохо, это так не должно быть, в общем-то. Ну, к сожалению, у людей возникает вопрос, а за что он сидит? Ну, это неважно, за что. То есть некое оправдание уже, да? Да, ищут оправдание. Ищут оправдание, и, ну... Он там, он убил пять человек, а, ну тогда ладно, тогда заслужил, да, сказать? Конечно, да. Но его в СИН, в общем-то, тоже это подчеркивает. А вы знаете, за что он сидит? А вы знаете, сколько у него нарушений, пока он сидит в колонии? Ну, что у него там больше 150? Вы знаете, что он провокат? Да, разве это имеет значение? Ну, просто... В данный момент, да, он вместе... К сожалению, вот они... Его бывшие сокамерники говорят, что он просто, он так воюет с системой, что он такой злостный нарушитель, просто он, ну, он по жизни такой, он принял как бы на себя нож такой бороться с системой в СИН. Пусть это какими-то зоновскими методами, но у него такая война. Ну, увы, это не может довести до добра в конечном итоге, и великие шансы. К сожалению, у нас в России любят больше, ну, любят быть героями, а не победителями. Так что... Ну что ж, на этом, да, время нашей беседы завершается. Вот такая непростая тема. Маленькую частичку мы тут хотели поднять и успели. Андрей Юров, Данил Кузнецов, Александр Степанов, гости в нашей студии. Спасибо, удачи, я думаю, что еще встретимся. Спасибо. Да, до свидания. До свидания.